Десятки тысяч спасенных людей служители отвращали от Христа, от Церкви, от Царства Божьего. Вот это была та реальность, в которой мы не жили. Нас тогда еще не было, мы тогда не родились. Но в этой реальности жили наши отцы, наши братья, которые сегодня посидели. Они тогда были молодыми, они тогда были юношами, старцы эти, и они тоже были участниками этих событий, они на себе это все пережили. Братья и сестры, это тоже наша с вами история. Вот действительно, в этом положении, когда эти безбожники топчутся у алтарей Господней, какой выход? А выход был. Написал я заявление о том, чтобы, значит, крещение преподать. Это, безусловно, меня это заявление передали, точно вот так, как брат говорит. И несколько лет отказывали. Ну, а потом, это старший просвитер Гайворонский, ну, в беседе со мной говорит, ну, а как ты, воевать будешь или нет? Я говорю, конечно, не буду, а тебе еще рано принимать крещение. Вот я, значит, тебе дам реферат Карева, христианины Родина. Вот ты познакомишься с ним, а потом скажешь, нужно воевать или нужно. Ну, да, он мне, я прочитал. Прочитал, ну, что там запомнилось, то, что он так распределяет врагов домашних и врагов государственных. Значит, домашних врагов нужно любить, а врагов государственных нужно убивать. Это основная мысль этого его реферата. Ну, когда я, значит, прочитал, вот, ну, снова с ним встречусь, спрашиваю, ну, как, прочитал я, прочитал. Ну, что, понял? Я говорю, понял. А что ж ты понял? Ты понял, что убивать нельзя. А, значит, ты ничего не понял. Ничего не понял. Вот. Ну, уже, я не знаю, как уже там все-таки на членское собрание предоставили. Ну, так как-то заменили. Там, как раз, по-моему, Николай Иванович Бутков, он уже раньше принял крещение. Опять же этот вопрос, а он так будет на трудовом фронте. Ну, кое-как замяли это, и все-таки преподали крещение. Вот так это, ну, вот, не выдумки, может быть, кто-то сказать, это пропаганда, то реально то, что лично со мной было. Как в учебном заведении. Старший пресвитер говорит, бросай ходить туда на собрание, покуда закончишь учебное заведение. А закончишь, тогда начать будешь, вот, ходить в собрание. То есть, именно отвращали от веры. Ну, слава Богу, что Бог все-таки позволил мне устоять. А так бы, был бы я где-то в мире, с вами бы не был здесь. Ну, я тогда поделюсь очень кратко воспоминаниями или свидетельствами Михаила Ивановича. Воспоминания из его молодости. Его юность проходила в Петербурге. В церкви тогда было официально около двух тысяч членов на Поклонной горе. И вот он был молодым человеком и тайно проводил работу с молодежью. Собирал их по коммунальным квартирам. А когда кружок молодежи был очень большой, уже до трехсот человек, и ни одна квартира не могла вместить, они тайно от пресвятеров собирались на кладбище. И проводили там молодежные беседы. Вокруг могилки какой-то соберутся в круг, так встанут. Окружающие думают, что там какая-то панихида. Не обращают на них внимания. На самом деле они проводили духовно-зиздательные беседы. В тайне от служителей прятались по кладбищам. На могилах собирались. Потому что ни одна квартира в Петербурге их вместить бы не могла. А там было много солдатиков, матросов, студентов, которых не крестили, и никакого попечения о них не было. И Михаил Иванович решил о них печься, и о них заботиться, и кормить духовной пищей. И Господь его служение благословлял. И вот однажды он написал заявление на крещение. Год проходит, его не крестят. Второй год проходит, не крестят. Третий. И он приехал в Шепетовку. Тут был верный старец, который ночью его крестил. И когда он вернулся в Петербург и стал участвовать в Вечере Господней, старший пресвитер Орлов говорит, Мишенька, а ты что, наверное, крещение получил? Да, говорит, я крестился. А кто тебя крестил? Говорит, Михаил Акимович, когда меня крестили, мне пели песню. Не расскажет ручей говорливый. Никому моей тайны святой. Если ручей не расскажет, неужели я более болтливый, чем ручей? О, говорит, умен, умен. Никому не говори, арестуют этого брата, если кто-нибудь узнает. Вот такой вот был эпизод. И второй потом эпизод. Все-таки он однажды подошел, Михаил Акимович Орлов, говорит, Мишенька, я слышал, что ты работу там с молодежью проводишь. Ты с огнем играешь. Смотри, с огнем играешь. Хотя, ты хотел бы проповедовать? Конечно. Но вот чтобы выйти на ленинградскую кафедру, там 2000 членов, чтобы выйти на кафедру, ты приготовь слово в четверг. В четверг приготовь свою проповедь. Но для того, чтобы в четверг ты вышел на проповедь, ты должен во вторник прийти на пять углов. А пять углов – это резиденция уполномоченного по Ленинграду и Ленинградской области. И мы там с тобой встретимся в 10 часов утра на площади Пятиуглов в Петербурге и побеседуем с уполномоченным. Он с радостью такой пришел домой, маме своей рассказал, что первой проповеди в жизни он удостоился в Ленинградской церкви. В четверг он будет проповедовать. Я уже делился с мамой, какую тему он изберет и как он будет о страдании Христа проповедовать. А потом говорит, мама, впрочем, мне сказали во вторник прийти к уполномоченному побеседу. И что, сынок, ты пообещал? Да, я сказал, я приду. О, сынок, ты очень был опрометчив, очень опрометчив. Сынок, если ты не пойдешь, ты уверен, что ты можешь мне сказать с уверенностью, что ты не согрешишь, если ты не пойдешь? Да, конечно. Если я не пойду, я не согрешу. А ты можешь быть уверенным, что если ты пойдешь, то ты не согрешишь? Нет, я не уверен в этом, мамочка. Тогда поступай только так, как ты уверен. Не ходи туда. Мама, ну я же духовно сильный, мне уже 25 лет, я же не маленький мальчик, я же знаю предел допустимого, я же не отрекусь от Господа. Сынок, не ходи. Твой папа бы в эти кабинеты никогда не пошел. А я еще сопротивлялся с мамой, говорю, мама, но троих юношей бросили в печь, и они не сгорели, и я не сгорю. Господь же сильнее. Говорит, сынок, они не сгорели, потому что их бросили в печь. А если бы они сами туда прыгнули бы, точно бы сгорели. Вот когда тебя свяжут и поведут, Бог будет с тобой и даст устам твоим свидетельство, что отвечать. Но если ты сам приучишься ходить в эти кабинеты, сгоришь. Пропадешь. И он говорит, я просто повиновался своей маме, подумав, ну надо повиноваться родителям. А сегодня, говорит, я вспоминаю, думаю, какая у меня была мудрая мама, которая сохранила мою простодушную юношескую душу от сетей дьявольских. От этих дьявольских сетей. Потому что доступ к кафедре, лицензия на духовную деятельность подписывалась в этих спецслужбах, когда они брали тебя, с тебя обязательства, улавливая простодушных в свои пагубные дьявольские сети, и какие-то получив обещания и так далее, и так далее. И так много людей надломилось в то время. Желая Богу служить, шли на компромиссы, договаривались с внешними и теряли свое назарейство. Как тот Самсон, который вступил в дружбу с миром, сказал, пойду, как прежде, и не знал, что сила Господня отступила от него. Благодарение, благодарность Богу за бодрствующие, которые не запутались в тех дьявольских сетях. Братья и сестры, Геннадий Константинович, давая оценку 40-50-м годам и выходу нашего братства из кризиса, писал, мы выходили не просто из плохого союза, мы выходили из смерти в жизнь. Воскресни из мертвых, вот призыв Божий, выходили из глубокого рва погибели. Отделиться от тех, кто не захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Братья и сестры, мы выходили из смерти в жизнь. Это была окончательная смерть. Там, где начинается всех Б, там заканчивается церковь. Потому что Бог не может пребывать в той среде, где служители у алтарей предательствуют. Осуждают грех Иуды и сами занимаются этим каждый понедельник, докладывая о всех тайнах церкви внешним. И, братья и сестры, по сей день все официальные союзы, преемники духовные, всех Б занимаются этим же. Может быть не в тех формах, но продолжается эта греховная связь сотрудничества церкви с государством. По сегодняшний день они эти грехи не осуждают, они не осуждают грехи своих отцов, они преемственно унаследовали эту линию, эту тактику, что церковь должна сотрудничать с государством. Господь помог нам от этого греховного наследства освободиться через очищение и освящение. Вот почему мы с ними не идем на дружбу, на диалог, на совместные конгрессы и конференции, не устанавливаем мосты для объединения и не видим возможности объединяться с ней. Потому что корень там же, корень на том же месте. Плоды сорваны, время изменилось, уполномоченных нет, Советского Союза нет, а корень все там же. Его никто не намерен искоренять. А экклезиаст пишет, время вырывать посаженное, а вырывать эти корни никто не хочет. Это очень трудная работа вырывать корни. Это небезопасная работа, они боятся последствий. А что с нами будет, если мы покаемся за предательство? А может быть нашим детям и внукам мстить будет? Не надо бояться, каяться. Не надо бояться идти по пути освящения, исповедания и покаяния. Будет пробуждение, будет освящение, будет Богоприсутствие, будет благословение в ответ на покаяние. Но они этим путем осмысленно идти не хотят. Братья и сестры, почему так все было плохо в 40-е и 50-е годы? Почему прославляли коммунизм? Почему прославляли атеизм на весь мир? Почему отрекались от гонимых, от узников? Почему извращались в Священном Писании? Потому что не имели веры. Отпали по неверию. Помните, как Господь сказал, что они отсечены неверием. Отсеклись по неверию. Они не имели веры. А если не имели веры, значит не имели силы идти путем страданий. И вот очень интересный документ. Это будет последний документ. На эту тему он был написан в 52-м году. По замыслу атеистической власти осталось совсем немножко времени до полного искоренения баптизма. И в 52-м году председатель Совета по делам религии писал в секретном отчете в ЦК КПСС Маленкову такие слова. «Наступила пора для перехода к ликвидации религиозных центров, поскольку последние самим фактом своего существования активизируют духовенство и верующих и мешают нашей партии более плодотворно очищать сознание верующих от религиозных предрассудков. Это тем более легко можно делать, что главы церквей, не желая подвергаться репрессиям, не станут ссориться с советской властью, а будут выполнять все, что совет от них потребует. Следовательно, безусловное проведение тактики нажима, направленного на ущемление прав верующих и объединений, вплоть до их ликвидации, никаких особых осложнений и борьбы не вызовет». На что опирались атеисты, составляя планы по ликвидации церкви, по ликвидации духовных центров? Они опирались, их расчет был очень точен. Духовные центры, главы религиозных церквей и союзов, не желая подвергаться репрессиям, не станут ссориться с советской властью. Они знали точно, что эти служители, которые получили служебные квартиры, продовольственные карточки, правительственные награды, право ездить на весь мир по заграницам, они никогда не пойдут путем гонений и репрессий. Они не пожелают, как Моисей, страдать с народом Божиим. Они не будут ссориться с советской властью. Поэтому будут выполнять все. Все тайны выдадут, разболтают. Все истины извратят, все Божье положат к ногам кесаря, все. Они точно рассчитывали. Если не захотят страдать, значит легко будет распустить эти духовные центры и ликвидировать. Братья и сестры, какой точный расчет дьявольский? Кожа за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все. Вот если человек не хочет страдать за Христа, значит он будет стопроцентным отступником и предателем. Братья и сестры, Моисей захотел. Вот хотим ли мы сегодня, имеем ли мы в себе приговор к смерти, готовы ли мы идти этим узким путем? Это очень серьезный вопрос, братья и сестры. Наша история еще не закончилась. Их история уже закончилась. Их в живых нет. Но мы с вами еще живые. Господь говорит, если кто хочет идти за Мною, то отвергни себя и возьми крест. Они не хотят подвергаться репрессиям. Они не хотели. Это был их выбор, братья и сестры. Они не захотели. И власть это знала. И на этом нежелании идти узким путем, отрекаться от себя, отвергать себя, нести крест, был построен расчет низложения церкви. Братья и сестры, это для нас важное предостережение. Если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим дойти до неба, если мы хотим быть учениками Иисуса Христа, если мы хотим получить награду от Господа, если мы хотим быть с вами в числе верных, мы должны проверить свое хождение. Готов ли я платить цену? Согласен ли я? Какие бы испытания в моей жизни не были, быть верным Господу до смерти, согласен ли я нести крест ради Господа? Если я не желаю свою плоть подвергать ударам, если я имею в себе философию, будь милостив к себе, Господи, как Петр в свое время предложил, то из этой философии рождаются только стопроцентные предатели и отступники. Ты можешь прекрасно знать Священное Писание, ты можешь главами цитировать наизусть, ты можешь быть доктором и магистром богословских наук, но когда происходит встреча с ударом, встреча с гонением, встреча с расплатой, встреча с тем, что свое тело надо подвернуть удару, а если ты к этому не готов, ты будешь в числе отступников, ты будешь в числе предателей, в числе тех, чья участь в озере огненном, горящем огнем и серую, да сохранит Господь нас от этой участи. Братья и сестры, почему Господь благословил пробуждение нашего братства, почему Господь благословил служение служителей Церкви, потому что они не боялись страдать, они не боялись свое тело подвергать ударам, они захотели страдать, как Моисей, и поэтому Господь совершил победу. Они не боялись идти 10 на 10 на 20 лет в вузы, не только они, но и рядовые братья и сестры. И в вашей церкви было немало узников. Я помню сестру вашу, сестру, которая была в вузах, мы встречали ее в Одессе, у женской колонии, встречали с букетом цветов. Узнаю, да, помню ваш энтузиазм и ваши улыбки, и ваш высокий дух. И помню, братья и сестры, слава Богу, что не только именитые братья, но и простые сестры, которые воспитывали детей, предоставляли братьям и сестрам квартиры и дома свои жилища, шли смело в вузы, братья и сестры, и Господь благословил их подвиг души. Господь благословил, потому что они хотели, хотели подвергать себя ударам и были согласны идти до конца, но лишь бы сохранить верность Богу. Они греха боялись больше, чем страдания. Они боялись совесть свою осквернить, боялись уклониться с этого узкого пути, но они не боялись идти путем страданий, поэтому Господь этот путь благословил. В 1944 году, в октябре месяце, в газете «Известия» появилось вот такое объявление. Было по линии ТАСС помещена в газету «Известия» информация об образовании Союза евангельских христиан и баптистов о том, что в Москве в октябре месяце состоялось совещание представителей религиозных объединений. Мы с вами уже говорили о том, что все 45 делегатов этого совещания, большая часть из них были узники, которые были для срочи освобождены из лагерей, и они прибыли на это совещание, потому что уже была определенная договоренность между ними и теми службами, которые их освобождали. Мы с вами говорили о том, что не Дух Святой, а рука внешних насадила вот эту виноградную лозу. А тот, кто насаждает, тот имеет право пользоваться и плодами того дерева, который насадил. Хозяину первому должно вкусить плоды этого древа. Друзья, и вот это древо всех бы, насажденного в 44 году в военное время, первые плоды власти раз насадили, то они и пользовались услугами религиозных вождей всех конфессий, которым они обеспечили легальное существование в то время. Вот это уже плоды этого древа. Кто пользовался этими плодами? Дух Святой? Господь? Нет. Для большой политики использовали глав всех религиозных конфессий. Это конгресс или конференция глав всех религиозных церквей проходила в 50-м году в Загорске. На этой конференции, организованной сталинским правительством для пропаганды и свободы совести на весь так называемый капиталистический мир, на этой конференции присутствовали также Карев и Житков, председатель и генеральный секретарь Всесоюзного Совета евангельских христиан-баптистов. Они тоже на этой конференции говорили о том, что блажены миротворцы и наше призвание – это заниматься миротворчеством, бороться за мир во всем мире. А над главой Житкова, председателя ВсехБ, находится плакат с цитатой из сочинений Сталина «Мы стоим за мир и отстаиваем дело мира». И читали политические речи в пользу борьбы за мир во всем мире. Друзья, а когда они свои речи читали, то патриарх аплодировал. Вот здесь под этим портретом, дальше сидит делегация русских баптистов под этим портретом, совершали большую политику. Они потом от конференции этой написали воззвание Иосифу Виссарионовичу Сталину «Знаменосцу мира» в благодарность ему за его мирную политику, как «Знаменосцу мира во всем мире». Братья и сестры, и это было в то время, когда еще тысячи узников находились в вузах. Тысячи узников. Карев Александр Васильевич, генеральный секретарь Союза ВсехБ, автор гимна «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой». Этот гимн написал в 20-е годы в порыве своей любви к Богу. И вот он тоже на этой конференции присутствовал и произнес политическую речь. А под этим портретом находится глава, ну, председатель Житков. Вот сюда, братья и сестры, под этот портрет было втянуто все наше братство. Вот они, сатанинские глубины, из которых нас Бог излег. Вот этот глубокий ров, из которого Бог вызволил наше братство в 61-м году. Вот куда был весь народ Божий втянут в те страшные 50-е годы, когда вожди церкви занимались большой политикой. Как Господь на это смотрел? Как Господь участвовал в этих проектах? Точно можно было сказать устами Гедеона «Оставил нас Господь, и нет среди нас Господа». И когда главы всех церквей занимались политикой в едином шествии, тут и мусульмане, и католики, и православные, и буддисты, и баптисты, они вместе шли вот этим парадом, хороводом и занимались большой политикой в угоду Сталина. В это время Геннадий Константинович, Сергей Терентьевич Голев и им подобные мужи стояли на коленях, в постах и молитвах и в опияле. Господи, какой выход из этого кризиса? Господи, как нам из этого бедствия выйти? Где выход из этого бедственного положения? Почему внешние взяли верх на церковь? Почему церковь в таком униженном бедственном состоянии? И в это время, когда братья стояли на коленях и молились в постах и молитвах, Бог открыл, слава Богу, что Бог открыл путь выхода из кризиса. Вот этим греховным содружеством церкви с атеизмом всех бы официальный союз баптистов шел до последнего времени. В частности, вот здесь Бычков, генеральный секретарь всех бы, был награжден Орденом Дружбы Народов в 85-м году, когда наших братьев переводили на повторные сроки заключения. Это в Кремлевский снимок, в Кремле, под портретом, там под портретом Сталина, тут под портретом другого вождя они стоят и радуются сгонителями церкви. Это снимок в Кремлевском дворце. Справа стоит один из сотрудников Совета по делам религии, один из замов, председатель Совета Министров посередине, и секретарь Президиума Верховного Совета. За что они получали от атеистической власти эти ордена? За что они получали вот эту награду? Братья и сестры, в это время, когда Бычков получил эту награду, тот этот орден, в это время Скорнякова, Классина, Батурина, Хорева и еще кого-то пятого брата осудили на повторный срок заключения. Им сказали, мы вас сгноим в тюрьме. А, пятым был Бойко. Мы вас сгноим, вы никогда не выйдете, это ваши будут пожизненные сроки заключения, если вы не исправитесь. А в это время руководители всех бы приглашали в Кремль и награждали правительственными наградами. Братья и сестры, вот эти глубины сатанинские, из которых они по сегодняшний день не вышли, официальные союзы, которые находятся в этой греховной связи с миром. Почему мы говорим, что это великое пробуждение? Господь нас избавил, потому что нашел мужей по сердцу своего, которые исполнили все хотения мои, Господь говорит о Давиде. Господь нашел тех, кто встали в проломе, служители света церквей, которые заступили за народ Божий, которые пошли 3, 4, 5, 6 раз подряд в вузы, отбывая длительные сроки заключения. Вот, например, кто-то подсчитал, что Батурин Николай Георгиевич находился в вузах примерно 10 тысяч суток. Вы можете себе представить? 10 тысяч суток находиться среди вшей, клопов, разбойников, бандитов, где матершина, мат, перемат, среди психологической обработки, этапы, столыпинские вагоны, 50 тюрем пересыльных. 10 тысяч суток подвергать свое тело вот этим страданиям. Легко ли это? Вот только представить себя своим детям, говорю, дети, вы еще на земле, на свете столько лет не живете, сколько эти братья находились в вузах. Или, допустим, кто-то подсчитал, что Рыжук Василий Федосеевич находился 6 тысяч суток в вузах, учитывая то, что 5 судимости у него было, у него тромб в сердце 11 квадратных сантиметров, и все еще жив, и радуется, и служит Богу. Братья и сестры, это была серьезная жертва, и поэтому Господь благословил, потому что эти люди не жалели себя, не жалели сил своих, замуровывали себя в тюрьмах на десятилетия ради того, чтобы заступиться за народ Божий. Геннадий Константинович, хотя и в вузах был всего 3 года, но он 25 лет находился в добровольной ссылке, в такой бессрочной разлуке с семьей, на нелегальном положении, чтобы никто не изменил курс братства, и он тоже вот заступился за народ Божий, и Господь благословил эту жертву, эта жертва оказалась не бездейственной, не безрезультатной. Это было первой канцелярией Совета Церквей в доме Владыкиных в Туле. В этой комнате прошло только одно расширенное совещание Совета Церквей, и этот дом был конфискован, и по сей день он не возвращен, не возвращен, по сей день он конфискован. Геннадий Константинович в 1991 году на юбилейной конференции в Нахабино говорил, братья, Господь освободил наше братство из этого рабства. Среди нашего братства нет ни одного служителя, которого мы бы рукоположили по заказу внешних. Весь корпус наших служителей это люди, которых избрал церковь из числа непорочных, и самых лучших служителей из своих рядов. Это победа, это славная победа, которую Господь подарил нашему братству. После этой конференции на следующий день танки окружили Москву, был путь, был переворот, которым вы знаете. После этих событий потом распался Советский Союз, но Господь дал милость отпраздновать нашему братству 30-летний юбилей. И именно в этом 91-м году 25-го декабря, простите, да, 25-го декабря, когда мы праздновали Рождество Христово, именно в этот день с Дома правительства был снят красный флаг, который символизировал конец атеистического государства. Вы можете себе представить вот эти символы, да? В день Рождества Господа Иисуса Христа распалась самая могущественная атеистическая сверхдержава. А это не случайные совпадения. Это была Божья победа, была победа святых. Сокрушена вот эта могущественная атеистическая империя, которая распространяла атеизм на большую часть нашего земного шара, она была сокрушена именно 25-го декабря, в день Рождества нашего Господа Иисуса Христа. И Геннадий Константинович не раз говорил, братья, почему распался Советский Союз? Почему рухнул атеистический строй? Почему эта сверхдержава распалась и от нее следов не осталось? Потому что написано «Пал, пал Вавилон», потому что там нашлась кровь святых. Кровь святых, кровь мучеников, кровь верных мужей Божьих, которая нашлась в нашей стране. Эта кровь вопияла к Богу, и Бог сделал так, что вот эта могущественная сверхдержава, она распалась и следа от нее не осталось. Это победа церкви, это победа наша с вами. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Бог обещал церковь свою хранить не 40 лет и не 50 лет, а до скончания века. Бог обещал благословлять любящих его до тысячи родов. Представьте себе, что если за род принято считать 25 лет, то тысяча родов это 25 тысяч лет. Бог обещает благословлять любящих его. Столько мы еще, наше человечество даже не имеет истории на этой земле, а это Божьи обещания, и Бог напрасно не говорит ни одного слова в своей Библии. Если Он так сказал, значит так и должно быть. Бог обещает благословлять нас на десятки тысяч лет, если мы только будем верность Ему хранить, и тогда никакой Кремль, никакая идеология не сможет поработить народ Божий. В 50-е годы не было никаких библейских курсов, никакого образования духовного по церквам, даже Библии не было, может быть, одна Библия на 500 человек, а все остальное в рукописях. И братья тогда, когда начиналось наше движение, уже заложили верою в устав братства, вот этот пункт, что у нас будут библейские курсы. И вы знаете, прошло 20 лет, и мы сегодня видим, что библейские курсы стали явлением повсеместным. В каждом объединении нашего братства есть эти образовательные программы, где братья, проповедники и служители могут повышать свои знания о Писании. Если в 50-е годы не было оркестров, ни народных инструментов, ни симфонических, ни духовых, было только пение, общая игра на органе, то мы сегодня видим, что в нашем братстве есть музыкальный хоровой отдел, и пение стало, и музыка на инструментах музыкальных стала неотъемлемой частью наших богослужений. Это тоже победа, это тоже достояние пробужденной церкви. И у нас оркестры появились, не когда солнышко пригрело, не в 90-е годы, а уже в 80-е годы были кругом оркестры. И у нас было поющее братство и играющее братство. Это тоже одна из сторон Божьего благословения. Когда разгоняли молодежные общения, мы собирались в лесу, за каждое общение братья уходили в вузы, которые руководили этими общениями, но эти общения не прекращались, братья и сестры. Это тоже благословение, что служители нашлись, которые взяли на себя ответственность за духовное воспитание молодежи. Мы сами были мальчиками в то время, когда ездили по лесам на эти общения, были молодыми, и помним, как братья себя подвергали ударам, и каждый брат, который шел на это молодежное общение в качестве руководителя, он уже прощался со своими детьми, со своей женой, потому что знал, что за руководство этим общением пойдет в вузы минимум на 3 года, иногда и 5 лет. В частности, брат руководителя молодежи в Одессе, он был за руководство молодежи осужден на 5 лет лагерей и 5 лет ссылки, а ему было всего лишь 19 лет, он был осужден на 10 лет заключения. Вот такую цену платили наши служители за воспитание молодежи в учении Иисуса Христа. И многие сотни, я бы сказал, даже тысячи покаялись на этих общениях. В то время общения молодежные проходили в основном 1 мая, 9 мая и в ноябре. И поэтому в церквах в основном каялись либо в мае, либо в ноябре. И когда принимали крещение, спрашивали, когда ты покаялся, у нас были либо первомайские, либо ноябрьские все. Вот так было. Братья и сестры, невозможно было совершать движение общебратское без печати, а печати не было. Все было в рукописных текстах либо синькой. Что такое синька? Это все, братья понимали, что это ненадолго, и это все несерьезно. Для движения нужно печать. А где ее найти? Внешних просили, они отказали печатать Евангелие и сборники для нас. Ждать помощи из-за рубежа, это слишком маленькие партии, всего лишь по 20-30 экземпляров могут нелегально туристы привезти, обвязав себя свою талию вот этими маленькими Евангелиями. А что такое 30 Евангелий на все бросать? Это ничто. Какой был следующий этап? Если не власти, если не государственные типографии, и если не туристы из Запада, то что третье? А третье это создавать свою печать. А как ее создавать? У нас нет образования, у нас нет полиграфии, у нас нет даже познания, какой тип печати нам нужен. И тогда братья сказали, будем изучать все типы печати. И Юрий Константинович Крючков около трех лет секретно изучал все типы печати в библиотеке имени Лейна, всю техническую документацию, чтобы понять, какой же тип печати приспособить к нашим условиям. И однажды, когда они увидели на японской выставке оффсетную печатную машину, они сразу поняли, вот это то, что нужно для нашего братства. Хорошо, печать у нас будет, умельцы у нас есть, мы изобретем печатный станок. А как набирать тексты? У нас нет печатных машин, наборных машин. И тогда Геннадий Константинович предложил неистребимый метод набора, а именно, надо покупать хорошего качества политическую, партийную литературу на мелованной бумаге, вырезать буквы, из этих вырезанных букв составлять тексты для наших журналов и братских листков. И по буквочке клеили эти строчки, по буквочке вырезали. Те сестры, которые этим занимались, через два года теряли зрение. Через два года они одевали очки очень с толстым стеклом, потому что они теряли зрение, потому что надо было все это точно, ни одного знака не пропустить в строчку, в абзаце, все это надо было выложить. Это гигантский труд. И вы знаете, когда первый вышел братский листок с этим набором, неистребимым методом набора, из лучших образцов намелованной бумаги партийной литературы это все было вырезано, власти увидели это и сказали, все, баптисты украли типографские шрифты в газете «Известия». Украли. А потом, когда при обыске нашли, они удивились, сказали, это же гигантский труд, это же просто титанический труд. Они поняли, что эта печать неистребима до тех пор, пока книги печатаются и продаются в магазинах, можно будет набирать любые тексты, просто это обусловлено только лишь одним жертвенностью наших братьев и сестер. Вот так Господь нам подарил наши братские листки и наши журналы. Но эти журналы и листки, они были независимы от мира и в условиях сверхцензуры мы имели бесцензурную печать. В условиях рабской зависимости всех бы от мира, именно по части издания сборников братских вестников, мы имели независимую от мира печать. И ни один наш журнал Вестник Истины не был отнесен гонителям и атеистам для редакции и для цензуры. Это тоже милость Божия и благословение и то, за что мы должны благодарить Бога и радоваться. Печатные станки были изобретены руками наших умельцев и когда арестовали один печатный станок, то изобретали еще пять. У нас был 500% резерв на случай, что если кого-то арестуют со станком, чтобы у нас был достаточный резерв, чтобы еще следующие бригады печатников могли подключиться и чтобы дело издательства было нестребимым. Так Господь и благословил. Братья и сестры, для чего страдали наши братья? Для чего шли вузы? Даже в вузах, находясь, они слагали песни и верили, что когда-нибудь на бескрайних просторах Сибири будут посеяны семена Евангелия. Когда-нибудь благовестие придет на просторы нашей Родины. Так и случилось. Вот это снимок Валентинов Яковлевич Фот на реке Лена. За его спиной катер, который куплен и насуходится в собственности нашего братства, в собственности Сибирского объединения. И катер называется «Благая весть». И таких катеров пять плавают по пяти рекам Сибири. Теперь вопрос мальчикам, которые учатся в школе. Назовите пять рек Сибири. Какие реки вы знаете? А ну-ка давайте называйте. Вот Лена, дальше, еще что. Енисей, еще какая река? Иртыш, потом еще на Дальнем Востоке какая река там есть? Амур, могущественная река. И пятая река? Обь. И вот эти пять рек, каждый из этих рек примерно протяженностью три тире четыре тысячи километров. И на каждой из этих пяти рек есть пять катеров под названием «Благая весть», которые ежегодно в каждый сезон выезжают на эти реки и ездят по этим таежным поселкам, тысячи таежных поселков есть в настоящее время, куда еще не вступала нога ни харизмата, ни пиесятника, ни православного батюшки, ни какого-нибудь еретика, никто еще туда не пришел. И ежегодно сеются эти семена Евангелия. Братья и сестры, это тоже достояние пробужденного братства. Результат благословения, которое мы пережили. Без страданий не было бы этой свободы евангелизации в Сибири по сегодняшний день. Братья и сестры, ни у кого из нас нет точной статистики, сколько тысяч лекций против баптизма было прочитано в центральных лекториях научными, так называемые, представителями научного, так называемого атеизма. Мы не знаем, сколько, но это были тысячи лекций. Это были тысячи высокообразованных ученых, которые бросали, метали стрелы злости в этих лекциях против народа Божьего, против церкви. И, слава Богу, не одолели. Слава Богу, сегодня этих лекторов не найдешь, как мамонтов не найдешь. Куда они все эти делись, толпы лекторов, где эти научные лекторы по атеизму, даже не найдешь их ни в России, ни в Украине. А церковь, как была, так и есть. Это тоже благодарение Богу. Ну, братья и сестры, на этом кадре мы закончим сегодня, потому что время наше истекло. Я хотел только одно сказать, что в нашем братстве было около 30 братьев, которые были замучены в вузах, не только братья, но и сестры, которые умерли таинственной смертью на допросах, которых нашли мертвыми на улицах, на допросах, в армии были замучены, и их жертва была небезрезультатной. Если зерно, падшее в землю, умрет, то принесет много плода. И они принесли много плода. Благодарение за это Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok